Уважаемые зрители, в данном видео я начинаю цикл исторических репортажей про взаимоотношения русских и немцев, что послужило причиной разобщения двух этих наций в 20 веке и почему они были тесно переплетены до Первой мировой войны. Сегодня я начинаю свой первый репортаж в русской колонии, которая называется Александровка, это в Потсдаме. Также я планирую сделать один цикл, один репортаж про немцев Петербурга. Сегодня мы начинаем с Александровки, это русская колония в Потсдаме. По указу русского короля Фридриха Вильгельма III была заложена данная деревня, она включает в себя 14 домов, 14 построек. Русская колония была названа в честь умершего царя Александра I, который погиб в 1825 году. Данная колония знаменовала собой тесные дружественные отношения между Хоинцолернами и Романовыми. Данный стенд очень интересен и рассказывает про первые отношения между монархией Пруссии и Россией, которые начались в 1697 году, когда царь Петр I на пути в Западную Европу сделал там остановку. Российская империя поддержала Бранденбургского Кюрфюста Фридриха III при короновании как короля Пруссии 18 января 1701 года в Кёнигсберге. Кёнигсберг, как вам известно, это Калининград сегодня. В 18 столетии две монархии расширяли свои границы за счет польского государства. На карте представлены встречи монархов царя Александра I и короля Фридриха. Гильма III, прусского короля. За 20 лет было вот столько встреч в разных городах. В 1806 году прусско-саксонские войска потерпели сокрушительное поражение от армии Наполеона. Им был навязан дружественный, так сказать, мир, и они должны были объединиться с Францией против России. В 1805 года площадь Александр-Плац в центре Берлина была названа в честь царя Александра I. В 1819 году был сооружен русский дом Никольская. Этот дом был подарен королем Пруссии императору Николаю, который женился на дочери прусского короля Шарлотти в 1820 году. После заключения 30 декабря 1812 года нейтралитетного договора Пруссия и Россия объединились в борьбе против Франции. Прусский король Фридрих Вильгельм III из оставшихся в плену в Потсдаме русских солдат сформировал отдельный полк. Из них осталось 12 солдат, из которых впоследствии был образован солдатский хор. И они таким образом потешали прусского короля и в результате этого прусский король махнул рукой и повелел создать русскую колонию Александровка. И каждому из солдат, из 12 солдат был подарен, выделен дом для проживания. Первые колонисты Александровки были приписаны к прусскому полку и получали жалования. Каждый из них получал недостаточное для содержания всей семьи жалование. Например, в 1836 году унтер-офицер получал три талера ежемесячно. И, как это указано здесь, это было недостаточно для содержания всей семьи. Одним из условий для расположения в колонии была женихба. Чтобы сохранить национальный характер колонии, дети должны были обручаться православной религии и русскому языку. В 1827 году новоселы въехали в эти дома, которые были полностью мебелированы. К каждому двору полагалась одна корова. И при каждом дворе, что удивительно, был разбит сад. Петер Йозеф Лене был самым лучшим садоводом Пруссии. И он создал здесь великолепные сады с различными фруктами. Русская колония, дом номер 8. Сад Лене. Построено в 1826 году, отреставрировано в 2000 году. Русские солдаты не могли самостоятельно распоряжаться данной собственностью. Но она могла передаваться по наследству. И на сегодняшний момент в одном из домов, то есть сегодня я нахожусь на территории музея Александровки. Этот дом представляет собой музей. Остальные дома заселены. Заселены в основном немецкими семьями. Как я представляю, я одна из семей, которая сегодня осталась еще жить здесь. Это вот потомки одного из тех русских солдат. Это семья Григорьевых. Самое интересное, то что проект, который был заложен для развития русской колонии в Потсдаме, представляет собой прусскую интерпретацию чертежей Карла Росси, русского архитектора итальянского происхождения. Именно Росси предложил данный концепт для того, чтобы разбить подобный сад в Павловске для императрицы Марии Федоровной. И в 1818 году, во время визита к ней прусского короля, эскиз был передан прусской стороне. И таким образом была образована русская колония. И на горе была построена церковь, храм Александра Невского. И рядышком домик русского лакея. На данном стенде можно узнать фамилии первых новоселов. Это были Иван Бавилов, унтер-офицеры Иван Яблоков, Иван Тимофеев и Степан Волгин. Также гренадеры Петр Алексеев, Петр Анисимов, Федор Фокин, Ефим Габрилинко, Иван Григорьев, Дмитрий Сергеев, Василий Шишков и Петр Ушаков. Дом Анисимова. И вот Петр Анисимов, потом Карл Анисимов, Густав Анисимов, Александра, Адольф, Карл, Гизела. Дом Анисимова уже претерпел изменения. Мы можем наблюдать новые бревна, которые заменили старые. Они еще такие свеженькие выглядят. Отделяются от старых бревен. Да, очень мило. Эта территория сегодня находится в Паттаме. Она сохранена и причислена ЮНЕСКО к всемирному наследию. Деревянные дома находятся в отличном состоянии. Они отреставрированы. Когда-то этот величественный дуб можно было считать символом дружбы между Пруссией и Россией. Но вот сегодня он в таком состоянии. Субтитры сделал DimaTorzok